Вернемся к этапам отбора персонала. Следующий этап отбора – институт рекомендаций. Целью этого этапа отбора персонала является проверка послужного списка кандидата. Рассмотрим три типа рекомендаций. Первое – рекомендательные письма. Рекомендательное письмо является по сути аналогом характеристики с места работы, которые, кстати, долгое время имели широкое хождение в нашей стране. Такое письмо обычно базируется на информации, полученной от непосредственного руководителя кандидата. Печатается на официальном бланке и имеет все реквизиты компании в обязательном порядке, включая координаты для связи. Структура рекомендательного письма обычно такова, что сначала в нем описываются формальные данные, рекомендуемые, то есть сколько времени и на какой должности он проработал в компании, какие задачи ему было поручено решать, какие проекты он осуществил и так далее. Затем описывается конкретный вклад рекомендуемого в решение задач подразделения и организации в целом, его профессионализм, его способности и тяга к образованию, повышению профессионального уровня, его деловые качества. И, наконец, в письме отражаются черты характера, личностные особенности рекомендуемого. Так, например, этот раздел рекомендательного письма может иметь следующее содержание общителен, дружелюбен, отзывчив, по характеру оптимистичен, в меру чистолюбив, в работе аккуратен, точен, любит порядок, в дело производстве настойчив, в достижении поставленных целей инициативен, способен самостоятельно принимать решения, умеет организовать свою и чужую работу, требовательен к подчиненным, корректен по отношению к вышестоящему руководству. Достаточно уверен в себе, способен адекватно реагировать на критику и так далее. Заканчивается рекомендательное письмо фразой о готовности устного подтверждения данной рекомендации и, конечно же, набинованием должности, регалии и подписью лица, дающего это письмо. Чтобы рекомендательное письмо было полезным и точным, его автор должен знать уровень продуктивности и качество работы кандидата и быть достаточно компетентным, чтобы его оценить. Кроме этого, важным является именно прямая, непосредственная передача письма в организацию. Обычно такие письма можно получить по запросу организации с просьбой об оценке кандидата. 2. Телефонные рекомендации Телефонные рекомендации используются в основном для проверки биографических данных, хотя, в принципе, позволяют выяснить и то, как кандидат выполнял свои обязанности на предыдущем месте работы. Телефонная рекомендация с успехом может дать ответ на вопрос, действительно ли кандидат работал на последнем месте работы заместителем генерального директора по очистке, как он утверждает в своем резюме, анкете или нет. Иногда после телефонной беседы оказывается, что его должность именовалась несколько скромнее старший помощник младшего дворника, да и круг обязанностей и ответственность были совсем иными. 3. Должен заметить, что прежде чем записывать человека в список рекомендателей, вполне естественным и весьма благоразумным шагом со стороны кандидата является получение предварительного разрешения от человека на включение его в такой список. 3. Статистические рекомендации Суть такой рекомендации заключается в опросе случайно отобранных 10-15 респондентов различных уровней с последнего места работы кандидата или, например, соседей по квартире, по даче и так далее. После такого опроса сотрудник службы управления человеческими ресурсами компании готовит свое письменное заключение кандидаты, оформляет свою рекомендацию, характеристику. При этом процент ошибки обычно бывает не более 5%. Следует заметить, что статистическая рекомендация – это весьма дорогостоящие мероприятия. Однако при отборе, например, ключевых менеджеров компаний, топ-менеджеров или сотрудников специальных организаций, она обязательна и незаменима. Сделаю сейчас важнейшее замечание. Старайтесь избегать обращений в организацию, в которой еще работает кандидат, если он не дал на это своего согласия. Подчас одно такое обращение может испортить карьеру человека, под вопросом окажется его лояльность к компании. Когда же без такого обращения обойтись не представляется возможным, то будьте предельно внимательны и корректны, соблюдайте этические правила и не подставляйте кандидата. Приведу несколько советов по проверке рекомендаций, так как проверка рекомендаций является одним из ключевых направлений обеспечения безопасности компании. Первое. Рекомендации имеют смысл, когда информация, содержащаяся в них, имеет отношение к работе. Запрашиваемая информация должна относиться к знаниям, умениям и навыкам или другим характеристикам кандидата, необходимым для успешного выполнения работы. Акцент следует ставить на те характеристики, которые отличают эффективных работников от неэффективных. Второе. Проверка рекомендаций должна быть справедливой и достоверной. Если система проверки рекомендаций несправедливо дискриминирует какую-либо группу или не имеет отношения к успешности выполнения работы, то следует изменить эту систему или отказаться от нее вообще. Без этого проверка рекомендаций будет не только юридически неправомерна, но и поставит под сомнение способность организации отбирать компетентных работников. Третье. При проверке рекомендаций следует опираться на объективную информацию, на биографическую, на наблюдение за поведением кандидата и так далее, а не на субъективную. Четвертое. У кандидатов следует запрашивать письменное разрешение на контакт с теми лицами, которые дали им рекомендации. И при контакте с лицом, давшим рекомендацию, следует выяснять, как долго оно знает рекомендуемое и какую должность занимает. Эта информация может оказаться полезной для определения обоснованности и достоверности информации, указанной в рекомендательном письме, и выяснения того, имеет ли человек, давший рекомендацию, соответствующие полномочия на это. Пятое. Люди, производящие проверку рекомендаций по телефону или в личных контактах, должны пройти соответствующее обучение тому, как проводить собеседование с лицом, давшим рекомендацию. Необходима соответствующая подготовка, чтобы знать, как правильно формулировать вопросы и как записывать полученную информацию, чтобы повысить ее объективность. Шестое. Вся информация, полученная в результате проверки рекомендаций, должна фиксироваться в письменном виде. Седьмое. Если кандидат представил рекомендации, но эта информация не поддается проверке, попросите у кандидата дополнительные рекомендации. Зачисление в штат кандидата, не прошедшего полной проверки рекомендаций, это достаточно рискованное дело. Восьмое. Проверяйте всю информацию, приведенную в анкете и резюме. В частности, следует проверять информацию из школы, которую закончил кандидат, подтверждение наличия грамот, медалей за успеваемость, института, наличие красного диплома, из прежних мест работы, скажем, правильность указанных сроков работы, наименование занимает должности, обязанности. Если при проверке обнаруживаются какие-то расхождения, то это сигнал к тому, что здесь требуется особое внимание. Девятое. Используйте негативную информацию осторожно. Негативная информация, полученная в ходе проверки рекомендаций, часто служит основанием для отказа кандидату. До того, как использовать полученную негативную информацию, следует подтвердить ее точность через другие источники. Кроме того, решения, принимаемые по разным кандидатам, должны быть последовательными. То есть, на основе сходной информации должны приниматься сходные решения. Продолжение следует...